Всем здрасьте, с вами Сеня. Сегодня мой мужчина показывает в кадр очень интересный конструктор. Это снова Юн Гирс. Прекрасные деревянные конструкторы, которые очень нравятся мальчикам старше 30 годиков. Ну или около того. Саша, 30 годиков. Помогать-то будешь мне? Я попробую. В этот раз мы выбрали среднее такой по сложности, моноколесо. В первую очередь интересно посмотреть, как оно будет кататься. Плюс, мне кажется, у нас детишки порадуются с ним играть. Сбор в любом случае начинается не так, как в Икее. Здесь надо инструкцию открывать. А Икей можно собрать, понять, что садал неправильно разобрать, собрать еще раз. Что, давай! Выломаем все. Я бы тебе сказал, что пахнет шикарно, просто у меня насморк. Я плохо чувствую запахи. А мне очень нравится. И мне обидно, кстати. В прошлый раз, когда собирали лошадку и шкатулочку, я за этим процессом просто наблюдала. Я вообще никак не участвовала. Но мне было любопытно. Поэтому в этот раз... Ты будешь шкурить. Ну хотя бы. В этот раз ты будешь шкурить. Решила присоединиться. Мне нравится, прикольная штука. Семейное времяпрепровождение. Если что-то делают. В каток. Ага. Куда это? Маленьким мальчикам такое не подаришь. Либо с помощью папы. Ну, тяжело будет, да. Я думаю, что иногда тоже. А с другой стороны, если по теме подарков, то что еще можно подарить человеку? Которому ничего не надо. Ну, это, мне кажется, такое что-то медитативное. Когда ты собираешь, собираешь. В своих мыслях при этом находишься. Главное, что такое инструкции следовать. Ну, и при этом у тебя получается какой-то результат. Который радует глаз. Ну, либо чем-то функционален. Либо понравится английским, родным. Да, мне кажется, даже и собранную модельку можно просто, знаете, подарить. На самом деле, кстати, вот я никогда не любил бы работу. Даже свою вот эту предпоследнюю. За то, что в ней не видно результата вообще никакого. Это да. Я вот ненавижу работу, которая не дает результата. Я поэтому очень люблю фотографировать, снимать видео. Потому что, ну, вот от начала и до конца я контролирую то, что у меня получается. И результаты видят. Но главное, есть потом обратная связь какая-то. От клиентов там и отзывы. И деньги, естественно. От зрителей отзывы. Ну, и ты видишь сама, что ты делаешь. Комментарии. Мне в Югирс еще очень нравятся там такие маленькие продаются малюсенькие наборчики, которые можно на елку повесить, либо с ребенком вместе собрать. Они вот вообще состоят буквально там из пяти кусочков. Ну, тоже там шестереночками какие-то такие витилатые, интересные. Думаю, что на подарки родителям с детьми. Как пятиминутка такая интересная. Для них это будет здорово. А вот большие модели, которые уже с механизмами, с открытыми, это уже для взрослых однозначно. Ну, так ты пальчиками, наверное, напрядаешься, когда вот это все соединяешь. Ну, конечно. Давить-то надо. Иногда приходится, правда, сильно давить. Главное не перебарщивать. Но если что-то сломается, здесь, как правило, есть и запасные какие-то детальки. Ну, самые маленькие, самые крупкие, да, нет. Или же есть возможность просто написать в Югирс, и вам вышивут либо в магазине, вы сможете собрать те детали, которые сломались. Эй, ты отнимаешь у меня мою работу? Не успеваешь, ты вон еще все шарики вокруг крыльяки. Все перешкурится. Да, мой господин. Я тебе пишу, наверное, тем, что я так сильно пишу. Если мне что-то не нравится, ты об этом узнаешь сразу. Ну, да. Это особенно заметно по летящему стену мимо моих глаз айфону. Короче, круглые части смазывать надо. Если круг внутри, значит, надо внутри смазывать. Смотри, изнутри, громоти. Худышь айфоном. Ну, тут главное всегда проверять. Если какая-то деталь, по идее, должна двигаться, ее надо подвигать, разработать, посмотреть, что она хорошо, без проблем крутится и вертится. И тогда все гарантированно поедет, полетит, поскользит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Ну, просто потому что мы тут снимали и отвлекались. По-другому-то, наверное, никак. Не, ну, приятно, что реально работает. Пальцы болят после сбора, вот, подушечки, кончики. Теперь осталось только деревянные маленькие кегли, и тогда можно будет играть в кегель-бан. Прикольно. Среди всех конструкторов U-Gears, которые нам довелось собирать, а это была потрясающая резная шкатулочка с секретным замком, она функциональна в ней, реально можно что-то хранить. Также это был конь-механоид, у него вместо сердца маятник-мотор, он ходит. Дизайнеры U-Gears в этом коне повторили анатомическое строение ног у реальных лошадей. Потрясающая интерьерная вещица. А вот моноколесо, это уже третий по счету конструктор, это суперрезвый механизм. Традиционный для U-Gears скелетон-дизайн. Каждая шестереночка видна, все крутится, все вертится, даже вот просто крутить в руках интересно. В центре механизма имитация парового двигателя, вообще такое позапрошлое столетие, и главное, как оно быстро едет. Этим колесом легко можно играть в боулинг и просто развлекаться, выглядит здорово. У него идеальная балансировка, резиномотор, который приводит колесо в движение. Магазин U-Gears Russia, это официальный дистрибьютор U-Gears в России. У них все модели подвижны, каждый имеет свой собственный функционал. Собирать модели очень интересно, как и одному, так и в компании, целой семьей. Процесс сбора очень сплочает. Нам очень нравится собирать конструкторы от U-Gears. Конечно же, ссылочку я оставлю в описании, заглядывайте на сайт U-Gears Russia, посмотрите, может быть, вам что-то там приглянется. На этом буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, и пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok